Внешний вид аквариума Во многом определяется растениями Аквариумные растения позволяют создавать Прекрасные подводные ландшафты При этом выполняют не только декоративную роль Они также влияют на биологическое равновесие в аквариуме Конечно же обогачают воду кислородом Когда включен свет Играют важную роль в жизнедеятельности аквариумных жителей И не только Замечу, что подводные растения Обладают способностью поглощать минеральные вещества Причем не только корнями Но и особыми порами на листьях Сегодня акварынок Полон различными предложениями По аквариумным растениям Растение, о котором пойдет речь в этом видео Очень часто встречается И считается популярным среди аквариумистов Его легко можно найти В зоомагазинах и аквасалонах Это растение называется Папоротник тайландский Для того, чтобы создать правильные условия содержания Необходимо обращать внимание на то Как и в каких условиях оно растет в природе А родина этого растения можно назвать тропики Юго-Восточной Азии Ява, Малайзия, Таиланд И даже северо-восточную часть Индии Здесь, на побережьях и водоемах, взрослое растение достигает размера до 60 сантиметров В аквариуме в два раза меньше 30 сантиметров Но и еще чаще 20 сантиметров При этом встречаются разные сорта Которые выражаются не только в размерах, но и формами листьев Узкие, ланцетовидные и игольчатые Параметры воды, в которых растет папоротник тайландский В живой природе следующие Температура около 24 градусов Жесткость не более 6 градусов АПН 5,5, ну максимум 7 Соответственно, такие же параметры воды Необходимо поддерживать и в своих аквариумах с этим папоротником Замечу, что в живой природе Папоротник растет не только в воде, но и на суше При этом оно не любит открытые места Не растет или плохо растет под прямыми солнечными лучами Соответственно, создавая идеальные условия в аквариуме Это нужно учитывать Избегайте интенсивного освещения Освещение должно быть умеренным Рекомендуемая продолжительность светового дня составляет 8-12 часов Переизбыток света приводит к тому, что листья становятся бурыми и тонкими Также листья легко получают ожоги, желтеют и опадают Папоротник тайландский можно назвать тенелюбивым Он легко переносит длительное затенение, но тормозит в росте Раз уж мы затронули развитие и рост растения Стоит сказать и о том, что прохладная вода в аквариуме То есть, если в аквариуме нет обогревателя Может полностью остановить рост и развитие Вообще, большинству аквариумных растений нужен не просто уход, но и подкормка Если аквариумным рыбкам и другим аквариумным жителям мы даем корма То растениям нужны удобрения Не могу сказать, что тайландский папоротник растения прекратливое Его необходимо кормить удобрениями часто и много Но все же регулярное внесение удобрений не реже, чем 2 раза в месяц необходимо Для нормального существования К тому же, на развитие папоротника и насыщенность света СО2 оказывает самое прямое влияние СО2 оказывает Обратите внимание на один важнейший момент Все полезные вещества папоротник получает из воды Корни папоротника развиты плохо и поэтому подкормка в форме таблеток Которые, как правило, уходят под корни, не подойдет Растение достаточно крупное По этой причине его практически не сажают на переднем плане А вот тенистые углы задней стенки подходят идеально При качественном уходе образуют густые заросли, но нужно учитывать несколько важных моментов Например, идеальные условия лучше всего создавать в старой воде В запущенных аквариумах, возраст которых месяц-два, растет папоротник плохо По этой же причине не стоит делать большие подмены воды От 50% В 15-20% от общего объема воды Один-два раза в месяц Здесь будет наилучшим вариантом Поскольку папоротник предпочитает спокойную воду Не нужно его высаживать возле внутреннего фильтра или помпы течения Как мы уже выяснили раньше Папоротнику нужны удобрения, которые он получает через свои шикарные листья Но для того, чтобы каждый листочек мог получить необходимое количество макро и микро Необходимо соблюдать дистанцию при посадке кустиков от 15 см друг от друга Отдельно стоит сказать о грунте Папоротнику тайландскому абсолютно все равно, какой у него будет грунт Корневища папоротника своеобразны, располагаются поверх грунта Однако лучше всего, если грунт будет заиленный Чаще всего используют песок, но это далеко не правило, а рекомендация Самый важный вопрос, насколько хорошо папоротник тайландский уживается с рыбками Сразу скажу, уживается Даже с некоторыми рыбками, которые любят попробовать растения на вкус Это касается не только гупи, малинезии, но и цихлит Я сам не пробовал, но говорят, что весь секрет в том, что папоротник тайландский горчит Его есть просто невозможно Но есть и те жители, которые противопоказаны в качестве соседей Это все те, кто роет грунт И без того никудышные корни с такими жителями перестают развиваться вообще Что плохо сказывается на здоровье растений и может привести к его гибели Папоротник тайландский достаточно легко размножается в домашних условиях Например, можно корневища растения поделить на части Таким образом, чтобы на каждом из них было по несколько листочков Из каждой части образуется новое полноценное растение Также обратите внимание на вот такие листья Это не грибок, не зараза, не наросты Так образуются молодые отростки будущих кустов Пройдет время, каждый отросток оторвется от материнского листа И начнет свою интересную аквариумную жизнь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...